Юлия Нестеренко – единственная девушка на курсе. Стать лётчицей решила по примеру отца и брата. Парням в мастерстве лётчика не уступает. Правда, из-за невысокого роста иногда не может дотянуться до приборов. Объектив новостям показывает, как поднять в воздух вертолёт Ми-8. Чтобы подняться вверх, надо приподнять шагас. Педалями мы контролируем направление. Ручкой управления даёшь от себя, разгоняем, на себя тормозим. Учиться управлять вертолётами и самолётами за штурвалом курсанты будут три месяца. После – госэкзамен. Будущим лётчикам нужно будет без помощи инструкторов подняться в воздух и облететь вокруг аэродрома. Разворот выполняю тоже в горизонтальном полёте. Высота 300, скорость 160 на заданный курс плюс низный угол сноса. Полёт от 3-го. Крен. Крен 15 градусов. Шарик. Шарик в центре. За 4,5 года обучения курсанты должны налетать 26 часов. Но это по нормативам. На практике они смогут провести в воздухе максимум 10. Часовой полёт вертолёта Ми-8 обойдётся Министерству обороны не меньше, чем в 4000 гривен. Недостаточное финансирование. Нету средств финансовых. Топливо тоже, насколько нам доводят, на положение напряжённое, по сравнению с прошлым годом меньше топлива. Это тоже является одной из причин недостаточной подготовки курсантов. Несмотря на нехватку практики, курсантов заверяют – работы в рядах украинской армии хватит всем. Неизвестно только, смогут ли лётчики хотя бы в своих частях наверстать упущенное.